Состоялась первая в этом году встреча с жителями. Её провели в 24-й гимназии. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. О том, что беспокоит жителей, смотрите в сюжете. Обращений у люберчан много. Качество содержания дворовых территорий и кровель, освещение улиц, ремонт многоквартирных домов. Жителей посёлка Калинина волнует переселение из ветхого жилья. Рядом администрация, рядом суд, рядом с судом с нашим. Большая промышленная площадка. Застройщик приобрёл и сейчас активно движется по получению разрешения на строительство. Все обязательства по расселению в инвестконтракт у неё вписаны. Одним словом, все ваши дома, все, которые ветхие, старые на Калинина, все переезжают туда. Жители переселят в новостройки, которые возведут на территории бывшего деревообрабатывающего комбината. Расселение ждут и жители 1, 2 и 3 Красногорских улиц. Сказали, что создаётся, сейчас после февраля будет комиссия по поводу нашего расселения. Но будем надеяться, что какие-то сдвиги будут. У нас был застройщик, но не состоялось наше строительство, а люди очень обеспокоены проблемами. Проблем очень много на микрорайоне на самом деле. Будем надеяться, что расселят. Председатель Федерации шахмат-люберец Виктор Евстигнеев обратился с просьбой сохранить в Доме офицеров помещение за шахматным клубом. Ружинский на своё время дал, а сейчас забрали. Какие-то там нестыковки между ведомствами. Родители возмущены. У нас занимается в городе 500 детей. Взрослые. Мы чемпионы области пять раз подряд. На встрече говорили о расширении парковочного пространства во дворах, уборке мусора, содержании территорий около торговых объектов. Каждое обращение зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.